Добрый день, друзья! Сегодня я в необычной роли. Обычно я рассказываю, что выход есть из любого лишнего веса, как бы вам ни казалось, что нереально похудеть, если уже сидели на ста диетах. Но сегодня я разберу кейс, где психология похудения бессильно не поможет. На программу «Мужское и женское» обратился мужчина, который жалуется, что жена располнела, не следит за собой и даже перестала чистить зубы. А жена в ответ обвинила его в пьянстве и в том, что после двух лет безубержного секса муж перестал выполнять супружеский долг. Вместе с экспертами, с сексологом, психологом, юристом, пластическим хирургом, стоматологом и наркологом разбирались, можно ли помочь этой семье и вообще в похудении ли дело. Кликайте по ссылке под видео и проходите тест, который поможет понять, в чем ваша причина лишних килограммов и поможет ли вам психолог похудеть. А далее в видео расскажу на примере этой семьи, в каких случаях действительно невозможно похудеть с помощью психолога, да и не нужно. Хочу похудеть или хочу, чтобы жена похудела. Это частый запрос, потому что лишний вес на поверхности, его видно, и на него есть соблазн свалить вину за неудачу в семье. Но проблема всегда гораздо глубже. И тогда, сколько ни садись на диету и даже сколько ни ходи на консультацию к психологу, психика к избавлению от лишнего веса не готова. Подобный пример как раз и разбирали на телеэфире. В течение полутора часов, пока шла запись программы, это была бесконечная перепалка, включая нецензурные выражения и даже рукоприкладство между супругами. Если попытаться отделить мух от котлет, то претензии мужа в том, что жена не следит за собой, не работает, не готовит еду, в доме грязь. «Я её не хочу», говорит муж, «и разводиться тоже не хочу, поэтому повлияйте на жену, пусть она похудеет». Ответные претензии жены, что муж пьёт, бьёт ребёнка, денег не зарабатывает, отказывает в сексе и угрожает преследованиями в случае развода. Она вроде и хотела бы развестись, но боится. Само собой, муж не признаёт обвинения в алкогольной зависимости, а жена утверждает, что это не она подъедает бочь по ночам. Секс остался в прошлом. Но в сексе ли дело? С одной стороны, это распространённое явление, что муж, у которого жена за время брака внешне расплылась, он сознательно или бессознательно воспринимает это как нарушение договора, которое даёт ему право самому этот договор нарушать. Не зарабатывать деньги, не выполнять супружеский долг, оскорблять. В общем, целый список. Но, как говорится, муж и жена – одна сатана. И они нашли друг друга. В психологии существует даже такая поговорка – муж пьёт, жена закусывает. Часто это общая семейная зависимость вот именно в такой форме. У жены пищевая, у мужа алкогольная. И произрастают эти зависимости из одного корня, кстати, того же самого, из которого и сексуальная зависимость. Потому что повышенная потребность в сексе тоже является попыткой восполнить дефицит признания и как бы перенести ответственность на что-то другое. Вот запись программы герой начал с того, что он понимает, что даже если жену умоют, ставят ей зубы, приоденут, что это не решит проблему, что проблема в голове. Но кое-что в поведении супругов и вообще во всей истории семьи наводит меня на заключение о том, что тут психолог не поможет, тут нужно к другому доктору. Характерные признаки – сниженная критичность к себе, повышенная критичность к другому. Например, муж не признаёт своей алкогольной зависимости, а жена – своего лишнего веса. Она считает, что во всём виноват муж, она просто заедает стрессы от того, что он называет её жирной коровой. Это психологическая незрелость, это перенос ответственности у них обоих. Агрессивность, раздражительность, повышенная сексуальная потребность и характерная асимметрия черт лица, демонстративность, то есть они вынесли этот вопрос на всю страну, в телевизор. Всё это говорит о том, что есть нарушения психики, которые нуждаются в лечении. И они оба не готовы расставаться со своей зависимостью ни от еды, ни от алкоголя, ни от друг друга, потому что тогда придётся искать другого виноватого. А каждый из них не хочет брать на себя ответственность за себя. Гораздо проще обвинять другого в этом занятии, проходит жизнь. Даже если предположить, что супруги всё же разведутся, то такой же сценарий будет воспроизводиться в других отношениях. У Киры, у женщины, уже это произошло. Она три года назад становилась уже героем телепрограммы с другим мужчиной, от которого у неё растёт сын. Растёт с отцом, к счастью или к сожалению. И даже если представить, что всеми экспертными силами мы собрались и решили проблемы этой пары и с работой, и с деньгами, и с весом, то из красиво вставленных зубов будет вылетать всё та же ругань, а перекладывать ответственность за разруху в жизни будет уже не на что и не на кого. И что тогда? Тогда вполне реально, что разбираться уже придётся субмедэкспертом. Это был яркий пример того, что не всегда худеть возможно и даже не всегда нужно. Но гораздо чаще мне встречаются другие случаи. Например, очень высокая тревожность, ну, в силу разных причин. А тревога просит еды и требует постоянного зажёвывания. Естественно, набираются килограммы. Жир набранный для психики является иллюзией защиты. И вот тогда психолог поможет снизить тревожность и остановить переедание. И мишенью психолога будет именно это. Не похудение, а снизить тревожность. До того момента, пока психика получит внутреннюю опору. Пока это не произойдёт, психика будет опираться на холодильник. Что я хотела донести вам этим примером? Что начинать похудение нужно с головы. И в большинстве случаев лишний вес только прикрывает психологическую задачу, которую необходимо решить вначале. Именно с этим и работает психолог. Хотите разбор вашей истории лишнего веса? Пишите нам в комментариях. Лайкайте видео, если вам было интересно. И подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить продолжение. И не забудьте пройти бесплатный тест на психологические причины ваших лишних килограммов. Тест находится по ссылке под видео. С вами была психолога Алина Турецкая, эксперт в психологии снижения веса. И не только. С рассказом об одной из скрытых выгод лишнего веса. Перенос ответственности за жизнь на жир. Или на кого-то другого. А всего скрытых выгод у лишнего веса минимум 3 на каждый лишний килограмм. Так что подсчитайте свои. И смотрите другие видео на нашем канале о том, какие выгоды могут стоять за вашими килограммами. Лёгкости вам и счастья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!